О своем загородном участке Борис Федорович Борисов готов рассказывать часами. В его коллекции краснокнижные растения, деревья магнолии, более ста видов яблонь и слив, почти 30 сортов крыжовника и многое другое. Причем гордится дачник тем, что такой крупной коллекции крыжовников в Приморье больше нет ни у кого. Просто мне интересно испытывать все эти новые сорта. И у нас здесь на побережье климат для этих крыжовников просто замечательный. Они здесь растут и плодоносят. Крыжовник Борис Федорович выращивает уже более 30 лет. Говорит, ягоды вкусные и полезные, в них много пектина. А плоды разных сортов отличаются друг от друга вкусом, цветом и размером. Чтобы были сладкие плоды, крыжовник надо выращивать на солнце. Солнце и полив, солнце и полив. И хорошие сорта. Новые, которые имеют иммунитет к американскому ученистой России, их не надо опрыскивать. Среди обилия кустов крыжовника на дачу Бориса Федоровича есть и так называемые бесшипные сорта, на ветках которых нет иголок. Для Приморья такой вид не новый, но до сих пор на дачах встречается нечасто. Особенность всех этих бесшипных крыжовников, то, что у них ягоды мельче. Люди вывели бесшипный крыжовник еще в 16 веке, чтобы удобнее было ягоды собирать. Потому как в некоторых сортах шипы бывают в два, а то и в три ряда. И до ягод добраться достаточно проблематично. Правда, по словам коллекционера, плоды у шиповатых крыжовников намного вкуснее. Черный негус. Шипы огромные, видите? По два сантиметра и больше даже, наверное. Вот они, стройные. Но у них ягоды голубые. Самый вкусный крыжовник. Самый колючий. Рекордсмен в крупности ягод крыжовника – шиповатый вид под названием Лондон. Его плоды достигают почти 60 граммов, что больше даже, например, киви. Примечательно, что коллекционер отслеживает появление новых сортов в интернете. Он не только знает название каждого вида, но и историю их появления и распространения. Где сейчас Останкино, башня Останкинская, у них там были теплицы, даже стеклянные, хотят стекло. Баснословно дорого стоило в те времена, но они построили теплицы и выращивали там крыжовники. Выписывали из Европы там, из Англии ездили, обменивались. Вот при Иване третьем, при Иване четвертом. К слову, все сорта крыжовника растут одинаково и не требуют каких-либо излишних ухаживаний. Ягоды у всех видов созревают одновременно, примерно в конце июля. По словам Бориса Федоровича, у него нет любимых видов крыжовника. Он любит все ягоды, а еще больше – варенье из них. Ирина Макарецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.